Всем привет, господа нажиманы! Ну, кто там топит за Benchmont? Да я не спорю, мне тоже нравятся ножи от компании Benchmont, но только кричать на каждом углу, что только Benchmont может вот так, это как минимум неправда и несправедливо по отношению к таким китайским ножам, но речь у нас сегодня, друзья, пойдет не об этом. Я тут недавно с тоской смотрел на 15-минутный, даже больше минутный гайд по разборке-сборке и обслуживанию ножа с Axis Lock'ом от широко известного всем в наших узких нажиманских кругах ютюбного мастера. После 5 минут просмотра подумал о том, при всем уважении, что этот человек понимает не только в ремонте ножей, но и в анонизме, хотя в этом научит понимать любой нож, любого нажимана с Axis Lock'ом. Еще через 5 минут созерцания безуспешной попытки совместить осевую втулку и 5 дырок, я подумал, что в последнем он, скорее всего, понимает даже больше, чем в первом. Ну и еще через 5 минут я подумал, кто, если не мы. А так как я все-таки хочу провести ревизию осевого вот этого ножа, заменить на нормальную смазку заводскую китайскую, ну и, собственно, подготовиться к обзору, дабы потом в обзоре показать вам, что внутри, я решил снять свое видение вопроса сборки и разборки ножа с Axis Lock'ом. По моему мнению, для того, чтобы это все было легче, удобнее и быстрее, надо нож разбирать полностью, поэтому мы выкручиваем все то, что нам мешает снять одну плашку, самую первую, там, где у нас стоит осевой винт. В моем случае это клипса, и в моем случае это винт, который через бомб крепит одну плашку с другой. Здесь все похоже на фиксаторе резьбы, а вот осевой что-то и не очень зафиксировал. В общем, откручиваем все вот таким образом, снимаем плашку, видим плачевную пружинку китайцам за это минус, она похожа, что ржа, она похожа, что ржа, нам ее тоже надо снять. Можно, кстати, не снимать, можно и снять с штифта Аксиса, это уж как кому нравится. Она тут мешать особо не будет. Дальше выталкиваем осевой, ну и, собственно, разбираем весь нож. Тут ничего сложного нет. Так, втулка нам не дает, да, выскочить. Ну, тогда придется нам работать вот так. Тут, как видите, перфорированные шайбы стоят со стороны клинка, со стороны рукояти фторопластовые. Все, вот эта бомбка нам... Я к чему, почему пружинку можно не снимать, потому что все это можно сделать вот так. Все, нож разобран, теперь можно его обслужить. Ну, я просто... Шайбы, похоже, притерлись, потому что механика была вообще никакая. Я показывал на распаковке этого ножа. Но шайбы, похоже, что притерлись, но тут какая-то очень вязкая смазка, поэтому я просто все удалю и смажу все моим любимым Blue Loop от Benchmade. От Benchmade. Ну, а собирается, господа ножманы, все это еще гораздо проще, чем разбирается. Главное следить очень внимательно вот за этой пружинкой со стороны плашки, той плашки, со стороны которой будет вставляться осевой вин, чтобы она не сбежала у нас со своего места. В общем-то, вставляем плашку, сразу вставляем осевой. Потому что мы не будем париться и пытаться что-то с чем-то сопоставить. И еще самое тяжелое, это будет вот эта вот часть, которая у нас будет норовить все время разобраться во время сборки ножа. Это можно было бы и лучше было бы, конечно, положить, но все дело в том, что вот эту вот плашку надо будет так и хорошо прижимать, для того, чтобы там с посадочного места не соскочила пружинка при манипуляции с осевой втулкой и с замком. Окей, дальше у нас шли шайбочки второпластовые. На второпластовую шайбочку сейчас мы ее поставим. Смазочки. Бронзовая. Перфорированные шайбы это очень хорошо. Можно еще сюда чуть-чуть. Главное не переборщить. Не заливать, как китайцы. Как по мне. Дальше сразу ставим клинок. Если мешает осевой, чуть-чуть, вернее, не осевой, а аксис, чуть-чуть его оттягиваем для постановки шайб. Главное помнить, что с той стороны у нас плашка не закрепленная и пружина может у нас банально избежать. Теперь все. Одеваем вот эту плашку. Причем вот эту плашку именно что можно одеть вот таким вот образом. Прямо на аксис. Опять же, если нужно, мы его немножко оттягиваем. Но не забываем, что с той стороны у нас может банально пружинка сбежать. Поэтому оттягиваем очень осторожно. Ну и вот здесь самое на самом тяжелое на самом деле это вот это место совместить. Все. У нас можно сказать, что нож собран. Нам только теперь упорную вот эту вот боночку надо поставить. Ставим. И на место возвращаем пружинку. Как видите, пружинку я даже с аксиса не снимал. Ни с одной стороны, ни с другой во время разборки. Все. Пружинка ставят на месте. Китайцам надо по рукам стукнуть за то, что они пружинку поставили из рыжей. Но вот так вот немножко придется ее подмазать, чтобы она меньше тут в маслице ржавела. Так. Все. С той стороны у нас четко. Накидываем плашку. И все. Никаких мучений, никакого вот этого геморроя с совмещением шайб на собранной рукояти сплошной вот этой вот инструментально-нажиманской мастурбации, как по мне. Боночка. Все, конечно, может быть не так радужно и слегка может осложняться на некоторых ножах, там, где вот эта вот упорная бонка, где ее невозможно вставить со стороны, с наружной стороны, тогда ее приходится вставлять сразу до накидывания плашки и следить за тем, чтобы она во время накидывания тоже никуда не делась. так ну и теперь нам останется только отрегулировать осегой. Дабы все летало и не было люфтов. ну и, конечно же, чтобы клинок стоял по центру. Ну, вроде все получилось. Чуть-капелька у меня большая слишком. Капельку фиксатора резьбы. Потому что здесь осевой затягивается не очень хорошо. Чуть-чуть, прям чуть-чуть усилий. Вот уже пошла затяжка и можно ее заканчивать. Иначе перетянется не будет летать клинок. даже можно еще расслабить. Люфтов нет. Даже можно еще расслабить. Ну-ка. Ну, чем не бенчмонт? Очень даже. Очень даже, тут у нас все ровно, четенько. Механика есть контакт. люфтов. Можно сказать, что почти нет. Чуть-чуть подтяну. Вот так будет лучше. Вот так будет лучше. Вот так вообще люфтов нету никаких. Механика хороша. Подсыхает у нас пусть осего. Ну, а я пока попью кофейку и сниму обзорчик на этот чудо-но же китайской ножевой промышленности. Ну, вот как-то так происходит у меня общение с ножами с Axis Lock. На мой взгляд, метод сборки-разборки обслуживания может быть не единственный, но очень правильный. Легкий, быстрый, непринужденный. Это гораздо легче, как по мне, чем пытаться на собранной полностью рукояти сидеть и минут двадцать совмещать оттуда аж четыре шайбы, два отверстия в плашках, отверстия в клинке с осевой втулкой, что есть, как по мне, блин, форменная на самом деле мастурбация, хотя, хотя тут еще так гинекология вот с этим типом, с ножами, с этим типом замка. Вот, на этом у меня все. Всем добра, оставайтесь на канале, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok